Красноярск, Канск, Качинск, вот тройка особенно коррумпированных городов края и речь не только о традиционных взятках. Следователи, прокуратура и полицейские расследуют десятки дел о подкупе, подлогах, превышении полномочий. В этом году попались руководители лесничеств, нечистые на руку подрядчики и работники здравоохранения. За подделку липовых сертификатов о вакцинации шесть медиков сейчас под следствием. Разрабатываем соответствующую программу технического решения, которое позволит сканировать QR-коды привычных сертификатов и ПЦР-тесты с точки зрения определения их фальшивых предназначений и, естественно, использования этих поддельных сертификатов обычными гражданами. А вот немного цифр. Средняя взятка по региону выросла на 52 тысячи, теперь она составляет 908 тысяч рублей. За год прокуратура выявила 2,5 тысячи нарушений и привлекла к ответственности 700 человек. В суде уже 30 исков на 10 миллионов и штрафов на 40. Всего же взяток дали на 32 миллиона рублей. Зачастую граждане сами становятся субъектами преступлений в случае передачи взятки, допустим, должностным лицам правоохранительных органов. В основном же преступления коррупционной направленности, которые выявляются, расследуются нашими сотрудниками, совершали в сферах государственных контрактов, государственных закупок, в том числе связанных с подкупом должностных лиц. Рекорд этого года взятка в 6 миллионов и 700 тысяч рублей именно столько стоит иномарка, которую получил экс-директор Таташев Парка. Но самое главное не только поймать коррупционеров за руку, а в идеале вообще исключить подобную ситуацию. Антикоррупционное законодательство на сегодняшний день точно не сводится лишь поймать, захомутать и осудить. Оно, скажем, повышает уровень ответственности, уровень ограничений, рамки, которые на сегодняшний день человек прежде чем сказать, я хочу быть чиновником, запрыгнуть в кресло и сидеть там подписывать КСКи, авансировано, незаконно получать деньги. Ему 8 раз надо будет подумать. На сегодняшний день механизмов достаточно. При этом и полиция, и прокуратура стала еще более щепетильно изучать декларации чиновников и депутатов. Из-за разницы в доходах в этом году уволили 17 человек. Анастасия Тили, Алексей Гусев, Енисей Новости.